добрый день вы на канале модные практики с вами я паук что ольга и сегодня я вам покажу как за одно занятие сделать примерку такого прекрасного платья как смоделировать раскроить сметать и примерить такое чудесное платье с первого раза ни одной поправки поэтому я немножко забежала вперед сразу вам показывал готовый результат сегодняшнего видео потому что очень сложно в эскизе показать и нарисовать такой хомут имитация качелей мы назвали это платье можно делать с любой ткани можно делать любой длины платья низ изделия тоже может быть абсолютно разный можно кто-то топ сделает кто-то платье минимум вообще телодвижений просто нужно основу 10 мерок одну длину ткани 50 сантиметров еще может быть какой-то контрастной расцветки кто-то может быть сделает из основной ткани и такое платье от кутюр можно сделать за один урок приступаем это платье очень простое для того чтобы нам его смоделировать нужна основа по 10 меркам базовая снова по 10 меркам вот я сняла полочку и спинку вниз изделия вы можете сделать более расклешенный может быть кто-то захочет сделать более длинным более коротким это все не важно кто-то может быть сделает блузу или рубашку блузу топ такую модель но у меня это будет платье из шелка как вы уже видели основа полочка спинка здесь у нас сразу мы нарисуем несколько изменений я взяла оранжевый фломастер первое что мы сделаем все-таки это шелк это лето поэтому углубим пройму на на я думаю прямо на сантиметр полтора но на 1,3 я прям так боюсь сильно и вот эту вот линию сделаем более ровненько так как у нас не будет шиваться рукав чтобы вот здесь не было вот такой линии полукруглой где у нас вылезает немножко тело кто-то может быть это не любит особенно это актуально для таких но более больших размеров поэтому вот на это обратите внимание это первое что мы делаем потом мы еще будем срезать плечи и мы сразу вытачку на грудную переносим в боковой шов под наклоном с немного вот так и сейчас мы все это вырезаем плечевую вытачку можно оставить в плече можно перенести в горловину но на леопардовой ткани ничего не будет видно поэтому я ее оставляю на месте и сейчас я вырезаю это у меня абсолютно новая свежая основка которая очень нам не идеально сидит талиевые вытачки у меня остаются на месте по центру переда сгиб по спинке у нас будет шов и потайной замочек начну с полочки вырезаю на грудную вытачку прорезаю на грудную вытачку в боковой шов и заклеиваю изначальное место расположения вытачки вот наша полочка спинку мы тоже вырезаем длину я сделала на всю кальку на ткани мы сделаем на всю ткань скорее всего что там чуть больше ткани будет просто продлим выкройку до края ткани сейчас для того чтобы нам хорошо поработать с плечом и вырезом здесь я пока заклею бумажным скотчем потом мы опять его разрежем и у нас получится вытачка вернется на свое место здесь у нас плечи совпадают все идеально и сейчас нам нужно определиться насколько глубокий будет вырез я думаю чтобы он был круглым и красивым возьму пока почку для того чтобы вырез красиво смотрелся мы берем но во первых так как платье без рукава то по одному сантиметру со стороны проймы я однозначно могу срезать так у меня получается я сразу хочу срезать длина плеч у меня будет 7 сантиметров отсюда я отмечаю 7 сантиметров вот 7 сантиметров и здесь тоже 7 сантиметров и должна нарисовать достаточно круглый вырез все-таки я изначально хотела 13 но сейчас думаю что сделаю вот как сейчас будет ложиться красиво верно я прям чрезмерно глубокий его делать не стоит лекалом берем и рисуем красивую линию все-таки я взяла 13 сантиметров по центру спины 1 сантиметр я обрезаю вниз тоже берем беру лекала либо от руки красиво рисую линию вот здесь все таки я возьму наверное на 10 сантиметров как-то мне кажется он сильно-сильно глубокий вот так вот и что я еще должна сделать можно вот так знаете к себе приложить давайте все таки 13 мои душевные эти сомнения вот так вот еще более кругленьким его хочу сделать вот ну уже мне кажется лучше все такой неглубокий вырез очень и очень не хочется сделать глубокий вырез поэтому я еще по одному сантиметру срезаю со стороны горловины оставляю 6 сантиметров и рисую прям такую красивую круглую линию вот все таки мой вырез он должен быть красивым и то же самое вот здесь еще один сантиметр срезаем и сзади у нас небольшая форма лодочки получается выреза никто конечно не понимает как это будет вот вот сейчас мне мой вырез нравится достаточно круглый красивый гармоничный проверяем наши плечи плечи у нас сходятся сзади у нас такая как небольшая лодочка получается вырезки сейчас так как у нас уже видите наша вытачка зашла на плечо то все-таки мы ее прям переведем чтобы было понятно где она находится в горловинку вот так сделаем под небольшим углом и разрежем ее в новом месте вот наша вытачка вот наша горловинка здесь мне все нравится и последнее что мы должны сделать перед кроем это взять и померить сантиметровой лентой нашу длину выреза по центру переда все у меня получился идеальный вырез я это уже вижу беру сантиметр у нас получается ну примерно 25 и записываю 25 сантиметров это нам понадобится при крое нашей детали которая у нас будет имитировать качельки можно сделать на платье переходящую спинку на полочку как будто бы у нас кокетка для этого нам два сантиметра нужно срезать с полочки и переклеить их на спинку сейчас я возьму бумажный скотч 23 сантиметра кто сколько хочет вот наша спинка наша полочка ну вот здесь 25 минус 2 но мы в любом случае впритык не будем сделать эту детальку а сделаем с небольшим запасом наша полочка и спинка готовы и мы приступаем к на ткани наша выкройка приколота здесь очень удачная ткань это жаккардовый шелк он закончился но я попросила чтобы мне кусочек остался поэтому нет проблемы прикроет с этой тканью она не сильно скользящая как бывают шелк который нужно очень тщательно и тщательно прикалывать боковые швы я возьму два сантиметра центр спины два сантиметра по пройме один по горловинке ну максимум 0507 сантиметров потому что ну что чтобы не не увеличить то что я добавила можно даже на самом деле и к этому еще можно вырезать по этому вырезу и чтобы уже с учетом шва уже ну чтобы вырез не уменьшить и приступаем к вырезанию сразу отмерила горловину по центру переда 23 сантиметра получилось у меня в руках помощник сантиметр здесь можно это я так для себя посмотрела здесь оставлю чуть-чуть больше лишнее потом обрежется таким же способом я сейчас вырежу спинку смотрите вот здесь у нас идет до конца низ мы выровняли видимо не то что в край рулона был поэтому по низу идеальной линии нет всегда нужно проверять я отмерила треугольником и сейчас таким же образом я вырежу спинку и приступим к сборке вот наши полочка и спинка вот здесь у нас 23 сантиметра ну со швами пусть будет 25 пусть мы берем нашу ткань у меня здесь полметра в ширину вот видите в ширину мне как раз нужно 50 сантиметров хватит или нет 25 сейчас я посмотрю в принципе все равно вот берем наверное чуть больше пока вырежем тут если что еще ткани хватит перекроить еще раз проверяем 24 плюс 24 но пусть будет 50 сантиметров я предлагаю взять чуть больше можно просто взять подолевой а можно по поперечный он будет более эластичный поэтому я все-таки предлагаю взять по поперечной ну давайте вырежем пока 55 пусть будет небольшой запас пусть будет 51 1 сантиметр будет запас все и сейчас мы берем сметываем эту деталь начнем мы именно с этого хомута сметывать примерно один сантиметр тут в общем то все равно сейчас мы выворачиваем на изнанку делаем так конечно же мы потом все это сошьем разутюжим можно сразу тоже собрать на машинке вот этот шов и сейчас мы сметываем таким образом чтобы нашу был по середине нашего расстояния с одной и с другой стороны и и и и и и и беру нитку сейчас я беру прям двойную нитку чтобы она была покрепче и я не просто сметываю я еще буду и собирать без учета швов примерно на 6 сантиметров можно конечно это сделать на машинке но чтобы было как можно быстрее мелким стежком в начале я сделаю несколько раз закрепку так 6 сантиметров беру линеечку примерно примерно это вот так можно оставить ниточку а можно сразу закрепить 6 сантиметров вот видите 6 сантиметров точно так же сейчас делаю со второй стороны булавочки все снимаю также делаю закрепку и мелкими стежками собираю вторую сторону собираю до 6 сантиметров конечно потом когда все это соберется на машинке двойной ниткой обработается поутюжиться будет просто вообще великолепно пока у нас первая примерка вот прежде чем сметывать эту вметывать эту детальку мы ее вот так перекрутим два раза для того чтобы шов остался с изнанки смотрите какой красивый здесь получается у нас узел и сейчас я за камерой соберу платье здесь все элементарно сметать талиевые вытачки сметать центр спины оставить отверстие для замка сметать на грудную вытачку боковые швы вметать вот эту нашу перекрученную деталь в нашу кокетку и еще раз вам покажусь в этом платье смотрите какой чудесный результат получился в начале видео вы уже видели результат сегодняшнего урока но хочу добавить что единственное изменение которое мы сделали за камерой это удлинили хомутик на 10 сантиметров потому что когда мы перекрутили он был сильно под горло получился есть такое слово как куцеватый ну такой и конечно для того чтобы он более роскошно смотрелся мы взяли на 10 сантиметров длиннее чем горловинка мы сможем сейчас или чуть-чуть уменьшить горловинку все-таки на два перекрута ушло либо может быть мы когда уже заготовим чуть-чуть на сантиметрик уберем в плечо но результат вы видите шикарное платье по основе 10 мерок без никакого сложного моделирования взяли основку вырезали полочку спинку взяли кусок ткани перекрутили вшили в плечи и у нас получился наряд от кутюр не побоюсь этого слова я думаю что мы сегодня шикарно с вами поработали пишите комментарии загорелись ли вы пошить себе такое платье понравилось ли вам сегодняшнее видео и что вы еще хотите видеть на нашем youtube канале напоминаю что вы были на модных практиках с вами была я паук что ольга и вся наша большая команда подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и пишите комментарий до новых встреч пока